Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет очень теплая встреча, потому что в 14 каталоге компания Арифлейм готовит нас уже к холодам и выпустила новую коллекцию теплых аксуаров. И я вам сейчас покажу наборчик в таких вот бежево-зеленых оттенках. Это шапочка, кстати. Могу сказать, что в каталоге мне не очень понравился комплект, в деле он смотрится гораздо интереснее, очень приятная на ощупь вот эта вот вязка сама, несмотря на то, что она крупная, достаточно плотная. Но я могу сказать, что на совсем морозы такая вещь не пойдет. Скорее, это более такая осенняя тема или на погоду, куда не слишком большой мороз. Давайте пробовать, мерить. Размер шапочки. Интересно, как он на мои косы залезет. Так, нормально все залезло. Вот такой вот размер шапочки, чтобы вы понимали. Она плотненько сидит на голове. И, кстати, прям ощущение, что она тепленькая за счет того, что вот как раз двойной сюда слой выходит на ушки. Ушки закрыты, а здесь и так все хорошо. А вот шарф меня просто покорил. Он такой толстенький, такой пушистый, пушистый, просто как перинка. Такой набивной. И он напоминает шерстяные игрушки. Наверняка вы заметили сейчас, очень многие делают такие игрушки, ткут из шерсти. И вот он мне напомнил вот эту уютную классную игрушку. И шарф, конечно же, просто бомбический. Вот так я покажу вам, насколько его хватает. Вот. И можно полностью обмотаться. Просто какой он теплый. Но я боюсь, что он не поместится под воротник, если его так сильно наматывать. А вот так вот как-то подвернуть и грудь закрыть. Может быть, одну часть на спинку, чтобы спине было тепло. Я так люблю. Вполне достаточно. То есть он как раз до талии получается. Если перекинуть назад, то сзади мне закрывает талию. И спереди. И меряем рукавички. Надо косички выкинуть. А то им там тесно. Рукавички. У меня рука не очень крупная, но не мелкая. Обычного размера. Рукавички тонкие. На зиму такие точно не пойдут. Если только вы не очень сильно мерзнете. То есть у меня как раз прям рука уперлась. То есть прям как на мой размер сделали. Ногти у меня не длинные. Пальчик хорошо сидит. То есть для меня важно, чтобы палец не был таким длинным и не свисал. То есть вот они прям хорошенькие, такие уютные, комфортные. Но нужно смотреть, чтобы они вам подходили под общий образ. То есть посмотрите, что вы носите. Например, если это серый какой-нибудь пуховик или черненький. Будет очень круто смотреться. Или какой-то вот такой оттенок бежевый. Тоже будет красиво смотреться. Вот я такая утепленная. Классно, мне хорошо. Но это еще не все. Варежки снимаю. Снимаем шарф. Ой, прям с ними даже расставаться неохота. Хотя честно могу сказать, что в каталоге на меня вообще никакого впечатления не произвел этот комплект. А вот еще у нас есть такой вот интересный аксессуар. Который можно использовать как раз и под теплую одежду. Можно его... Сейчас найдем, как сделать. Где у него? Перед, где зад? Ага, вот так вот. Легко спутаться. То есть как водолазочка. Одевается через голову на шею. Сейчас я вам все это продемонстрирую. Пока. Я ненадолго с вами прощаюсь. Так. Вызволяем косо русые. Смотрите, как прикольно. Раз, два. Укладываем здесь так, как удобно. То есть хорошо не давят. Я не люблю водолазки, когда они давят слишком сильно. Сейчас я так встану, чтобы вам было видно. Так, стул уберу. Так. И вот как это выглядит. То есть такая накидка на блузку, на платье можно одеть. А еще, что интересно, вот у меня, к сожалению, с собой нет. Сейчас я расправлю все. Можно подпоясаться. То есть вот так это выглядит. А можно еще взять пояс какой-нибудь. Так все это присобрать. И завязать сверху пояс. А сюда опустить какое-то ожерелье. И будет просто красота. Класс. Вот. Мне понравилась. Интересная вещь. Какая необычная. И нестандартная. И с джинсами будет хорошо и на платье, и на юбку, и на любую кофту. Спасибо вам за внимание. Желаю вам теплой зимы. Чтобы вам было комфортно, классно и уютно. И оставайтесь на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока. Пока-пока. О suspected. Подписывайтесь.